Прежде всего давайте с вами убьемся в том, что мы можем импортировать модуль RE. Модуль RE, сокращенно regular expressions или регулярные выражения, является модулем стандартной библиотеки языка Python, поэтому нам не нужно его с вами устанавливать. И главными героями здесь будут являться четыре функции, которые находятся в модуле RE. Это функция match, функция search, функция find all и функция sub. Давайте запустим и убьемся в том, что это именно функции, которые находятся в модуле RE. Что же делают эти функции? Функция match берет наш шаблон, берет нашу строку и проверяет, подходит ли данная строка под данный шаблон. Функция search берет нашу строку и находит первую подстроку, которая подходит под наш шаблон. Функция find all будет находить все подстроки нашей строки, которые подходят под данный шаблон. А функция sub позволит нам заменить все вхождения подстрок, которые подходят под наш шаблон, чем-нибудь другим. Собственно регулярное выражение и будет описывать наш шаблон, поэтому часто шаблон не буду называть регулярным выражением и наоборот. Внутри нашего шаблона могут быть обычные символы, под которые будут подходить обычные символы. То есть мы знаем, что строка ABC будет подходить под шаблон строки ABC. А также у нас будут мета-символы, которыми мы сможем описывать что-нибудь интересное. Давайте запустим такой простой пример. Создадим шаблон строки ABC, то есть это такая сырая строка, которая содержит в себе обычный символ ABC. Затем мы пишем строку, которую мы хотим проверить, подходит ли она под шаблон. Матч-обжект — это результат функции матч нашего шаблона и нашей строки. И давайте выведем на экран матч-обжект. Когда мы запустим данный код, мы убедимся в том, что набернулся матч-обжект. У него есть атрибут match, который содержит в себе вхождение нашего шаблона ABC внутрь нашей строки ABC. И у него есть атрибут span, который позволяет понять, по какую позицию в нашей строке string находится наше вхождение шаблона в строку. Однако важно понимать, как же работает функция match. Функция match берет строку и бежит с самого начала нашей строки до тех пор, пока какой-нибудь префикс нашей строки не подошел под данное регулярное выражение. А как только она подходит, она его возвращает в качестве match. Таким образом, если мы в нашем коде немножко удлиним нашу строку ABC до строки ABCD, например, и запустим наш код, то мы убедимся в том, что строка ABCD также подходит под шаблон ABC, но при этом match — это действительно строка ABC. Давайте теперь сделаем строку, которая не подходит под наш шаблон. Мы можем изменить символ B на символ C в нашей строке и убедиться в том, что если строка не подходит под шаблон, то тогда наша функция match возвращает none. Если же мы изменим нашу строку ACCD на строку, например, B, ABC, то мы тоже сможем убедиться в том, что строка не подходит под шаблон, потому что наша строка начинается с символа B, а шаблон начинается с символа A. Однако, если мы хотим найти вхождение нашего шаблона в строку, можем использовать функцию search, запустить данный код и убедиться в том, что мы нашли вхождение строки ABCD в нашу строку, и при этом оно начинается с первой позиции до четвертой, то есть вот они. Те числа, которые вернулись нам внутри спена, это те же самые числа, которые мы бы использовали при слайсинге. То есть, пускай у нас есть строка B, ABC, мы бы занумеровали все промежутки между буквами и перед, и после первой и последней буквы числами от нуля до длины нашей строки. Затем, если бы нам вернулся спен, например, 1, 4, мы бы поняли, что это те символы, которые находятся между данным промежутком и данным промежутком. То есть в нашем случае это символы ABC. То же самое при слайсинге, если наша строка ST равна нашей строке B, ABC, то ST, 1, 4, это ровно нашей строке ABC. Теперь давайте попробуем с вами изучить первую пару метасимволов. Первой парой метасимволов, конечно же, будут квадратные скобки, в которых мы можем указать то множество символов, которые под шаблон на самом деле подходят. Давайте теперь с помощью квадратных скобок сдадим какое-нибудь множество символов, которые подходят под шаблон. Например, вторым символом нашей строки ABC на самом деле может являться не только символ B. Давайте здесь укажем A, B и C. Таким образом, наша строка ABC будет подходить под шаблон. Наша строка AAC также будет подходить под шаблон. И наша строка ACC также будет подходить под шаблон. Таким образом, мы очень просто расширили список строк, которые подходят под наш шаблон. Мы просто явно указали, что вторым символом нашей строки может являться как символ A, так и символ B, так и символ C. Таким образом, метасимволы позволяют нам расширять то множество строк, которые подходят под наш шаблон. Давайте теперь рассмотрим, что же у нас делают функции findAll и sub внутри нашего модуля RE. Сначала мы объявим строку ABC, ACC и AAC. И захотим использовать тот же самый шаблон. И захотим найти все вхождения нашего шаблона внутри нашей большой строки. Затем вывести их на экран. А затем давайте предположим, что на самом деле ACC и AAC это вернее всего опечатки. И на самом деле нам нужно использовать строку ABC. Для этого мы будем использовать функцию sub и заменим все вхождения нашего шаблона на строку ABC внутри нашей строки. Когда мы запустим данный порт, мы сможем видеться в том, что мы действительно нашли все вхождения нашего шаблона внутри нашей строки ABC, ACC, AAC. Вот они. И они вернулись нам в качестве списка. И более того, мы исправили все опечатки. То есть каждый раз, когда мы встречали что-то, что подходит под наш шаблон, мы его заменяли на строку ABC. То есть и саму строку ABC мы, на самом деле, тоже заменили. Затем заменили ACC и заменили AAC. Таким образом, функции findAll и sub позволяют нам найти все вхождения нашего шаблона внутри нашего текста. Если функция findAll просто возвращает те подстроки, которые подошли под шаблон, то функция sub делает еще круче. Она на месте заменяет эти подстроки на что-то другое. Таким образом, с помощью этих функций можем осуществлять поиск шаблона внутри строки или большого текста, а несколько следующих шагов будет посвящено тому, какие еще бывают метасимволы и как их правильно использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!